Мегафон, плакаты, флаги. Евромайдан говорит спасибо в традиционной манере. Генконсул Китая в Одессе получает благодарности за позицию КНР по Крыму. Накануне официальный Пекин заявил, что крымский вопрос должен решаться в рамках закона, порядка и политическими методами. Плакатов на китайском языке нет. Евромайдан благодарит Поднебесную на украинском и на ломаном английском. Вдобавок Евромайдан еще и предостерегает Поднебесную, мол в России много китайцев, так что Путин может прийти и к ним. А заодно в шутку предлагают сделать китайский вторым государственным языком в России. Несмотря на заявление Пекина, Китай остается одним из ключевых партнеров России. Экономики и геополитические интересы этих стран тесно связаны. Ксения Ноздрова, Александр Шулятиков, Первый городской.